Всем привет! В этом видео я расскажу о 10 функциях VLC Media Player, о которых вы раньше не знали. Но они будут полезными для каждого пользователя. VLC Player – это, наверное, самый популярный видеоплеер, который находится в открытом доступе. Он удобен, прост и производителен. Но, как показывает опыт, у него есть много функций, которые мы не используем. Мы просто о них не знаем. Это и конвертация видеофайлов, и возможность создания снэпшотов или установка водяных знаков, запись с экрана и многое другое. Ссылку на официальную страницу, с которой можно скачать бесплатный VLC Media Player, оставляю в описании. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, воспользуйтесь программами компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите программу. Затем запустите анализ диска. После анализа утилита отобразит файлы, доступные для восстановления, и вы сможете их вернуть. В нашем блоге представлены краткие руководства по решению любых проблем, возникающих у пользователей Windows. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса. Начиная от установки системы и заканчивая удаленным администрированием и подключением мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Начнем с функции конвертации видеофайлов. Используя VLC Media Player, можно изменить формат видео или конвертировать его, используя предустановленные в приложении кодеки. Чтобы сделать это, перейдите в Media, Конвертировать, Сохранить. Нажмите Добавить. И выберите видео, которое необходимо конвертировать. Жмем кнопку Конвертировать, Сохранить. В следующем окне можно выбрать готовый профиль для конвертации, в виде сочетания кодека и формата файла, или даже целевого ресурса, как iPod, YouTube или Android. Или изменить выделенный профиль, нажав соответствующую кнопку, установив один из доступных форматов, видео или аудиокодек. Указываем название и папку для сохранения конечного файла. И жмем Начать. Запускается процесс конвертации, статус которого можем увидеть в строке проигрывания плеера. Вот сконвертированный файл. У нас на канале также есть видео о том, как конвертировать файлы аудио или видео формата с помощью мувави-конвертер. Ссылка в описании. Вторая функция – это функция проигрывания или загрузки онлайн-видео. Для нас уже нормально просматривать видео онлайн с браузера. Но что если смотреть его онлайн неудобно? Воспроизведение видео через браузер тормозит или ролик нужно сохранить на ПК, например, с YouTube. Видео о том, что делать, если тормозить видео на компьютере, в YouTube, онлайн или интернет-браузере уже есть на нашем канале. Ссылку оставляю в описании. Чтобы посмотреть онлайн-видео с FLC Media Player, выберите Media, открыть URL. Ставьте ссылку на видео в строку для ввода сетевого адреса и нажмите воспроизвести. В результате запустится воспроизведение онлайн-видео. Чтобы сохранить его, кликните на стрелочке кнопки воспроизвести того же меню. И выберите Конвертировать. Укажите название и папку для сохранения конечного файла. И нажмите Начать. Ролик скачан в указанную папку. С помощью VLC можно сделать запись воспроизводимого видео, а также скриншот любого кадра. Для этого воспроизведите видео. Выберите Вид. Доп-элементы управления. В результате появятся дополнительные кнопки, среди которых и запись. После окончания проигрывания или нажатия кнопки Стоп, записанный ролик сохранится в папке видео. С названием VLC Record, датой и временем записи. Причем разрешение будет отвечать источнику. Одной из кнопок дополнительных элементов управления, есть кнопка Сделать снимок. Просто нажмите ее в любое время воспроизведения видео, и данный кадр сохранится в папку изображения. Четвертая функция. Запись видео с экрана компьютера. Чтобы записать происходящее на мониторе, с помощью VLC Media Player, откройте меню Media, Конвертировать, Сохранить. Перейдите к вкладке Устройство захвата. И в меню режим захвата, выберите экран. Установите желаемую частоту кадров для захвата, например, 30 или 60 кадров в секунду. И нажмите Конвертировать, Сохранить. Укажите название и куда сохранять конечный файл. При желании можете изменить профиль записи. После нажатия кнопки Начать, начнется запись видео с экрана вашего монитора. Остановится запись и сохранится в указанный файл, после нажатия кнопки Стоп на Media Player. С помощью данной функции, также можно записывать видео с веб-камеры. Для этого, в меню Конвертировать, Сохранить, установите как устройство захвата, Директ Шоу. А в названии видеоустройства, выберите вашу веб-камеру. Как аудио устройство микрофон. Пятая функция. С помощью VLC можно сконвертировать DVD, Blu-Ray или аудио CD в цифровой формат. Другими словами, сделать его RIP. Для этого вставьте диск, который необходимо сконвертировать в привод. Перейдите в Media, Конвертировать, Сохранить. Вкладка Диск. Выберите формат конвертируемого диска. И укажите букву диска. После этого, нажмите Конвертировать, Сохранить. Укажите кодек и формат сохраняемых файлов. В меню присутствуют также и аудио профили. MP3, флаг и CD. Кликните Начать. Кстати, видео о том, как записать CD-DVD, а также CD-Audio или DVD-Audio диск, или наоборот, скопировать их содержимое на ПК, уже есть на нашем канале. Смотрите по ссылке в описании. Чтобы наложить на видео ваш водяной знак, перейдите в меню Инструменты. Эффекты и фильтры. Видеоэффекты. Наложение. Включите функцию Добавить логотип. Настройте прозрачность. И отступы сверху и слева. Имейте в виду, что логотип не должен быть большого размера. Иначе он закроет с собой все видео. Оптимальный размер не более 100 на 100 мегапикселей. Это была шестая функция. Седьмая. С помощью VLC Media Player можно делать закладку на нужное место в видео, чтобы вернуться к ней позже или продолжить просмотр с отмеченного места в любой удобный момент. Чтобы сделать закладку, запустите видеоролик и перейдите в меню Воспроизведения, Дополнительные закладки, Управление. Откроется окно редактирования закладок. Нажмите Создать на том месте, в котором нужно создать закладку. Закладка создана. Чтобы запустить видео с такой закладки, запустите видеоролик и перейдите в меню Воспроизведения, Дополнительные закладки. И выберите ту закладку, с которой необходимо запустить видео. Восьмая полезная функция VLC Media Player – это возможность добавления субтитров к воспроизводимому видео. Чтобы добавить субтитры к видео, воспроизведите его с помощью VLC Media Player. Кликните правой кнопкой мыши в окне плеера и выберите Субтитры. Добавить файл субтитров. Выберите файл субтитров. Файл субтитров поддерживается в формате SRT. И откройте его. Если нужно, чтобы субтитры запускались автоматически, одновременно с запуском воспроизведения видео, поместите файл субтитров в одну папку с файлом видео. И назовите его так же, как и файл видео. Девять. Чтобы изменить масштаб окна воспроизводимого видео, нажмите клавишу Z. Для развертывания сразу полноэкранного режима, нажмите F. Чтобы вернуть окно плеера в исходное состояние, нажмите F еще раз. И напоследок еще одна очень крутая функция. Возможность воспроизведения IPTV. Просматривать IPTV с VLC Media Player можно двумя способами. Используя файл списка телеканалов с расширением M3U или запуском адреса плейлиста. Список телеканалов или плейлист нужно предварительно скачать с официального ресурса вашего интернет-провайдера. Для того, чтобы открыть плейлист, вам нужно в запущенном VLC Media Player нажать на кнопку Media, Открыть файл. Далее все проходит, как при открытии обычного файла мультимедиа. Мы находим на нашем компьютере файл playlist.m3U. Выбираем его и нажимаем открыть. Через несколько секунд у вас на экране должна появиться картинка одного из телеканалов. Чтобы открыть список каналов плейлиста, нажмите кнопку включения-отключения плейлиста. Кликните дважды на выбранном канале и его трансляция запустится. Адрес плейлиста, как и сам плейлист, должен быть предоставлен интернет-провайдерам. Для того, чтобы добавить адрес URL плейлиста, мы открываем Media, открыть URL. После чего прописываем вручную, либо копируем с ресурса провайдера и вставляем адрес плейлиста. Требуется немного подождать и на экране появится картинка одного из каналов плейлиста. С помощью VLC Media Player вы сможете просматривать на вашем персональном компьютере все что угодно. Он дает возможность загружать несколько плейлистов, создавать из них список. Это касается URL. Можно настроить стерео или объемный звук. Есть возможность менять соотношение сторон видеокартинки. Можно пользоваться телетекстом или записывать телепередачи. Делать снимки экрана. И это только небольшой процент из всех функций этого проигрывателя. Ставьте лайк, если данное видео оказалось полезным для вас. Подписывайтесь на канал Hetman Software, чтобы не пропустить другие наши ролики. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.